Я в последнее время все чаще вспоминаю... У меня есть такая подруга, ее зовут Айлина Коннор. Она очень долгое время работала в Москве. И вот у Айлины, у нее была такая теория, что русские любят страдать. Точка. Она это говорила без всякого издевательства, без всякой иронии, типа, ну эти русские сумасшедшие страдать любят. Обалдеть. Я в это не верил, вообще, как-то даже эту теорию позабыл. А сейчас, надо сказать, что она вернулась, вот в этом году, она вернулась, и, как говорится, в фулл тайм, да? То есть по полной программе. Послушал я песню Аллы Пугачевой под названием «Нас бьют, мы летаем, от боли все выше». То есть потом я выяснил, что автором текста этой песни является не сама Алла Пугачева и не какой-нибудь там рифмоплет типа Ильи Резника, а это такая гражданочка по имени Джохан Полыева, которая уже лет 20 работает в администрации президента. Сейчас она там тоже помощник при Путине или при Суркове. Это, на самом деле, такая, естественно, метафорическая, эмоциональная формулировка программы такого всеобъемлющего государственного мазохизма. Потому что нас бьют, мы летаем от боли все выше. То есть чем нам больнее, тем мы выше. Это реальная национальная идея. Ну а, собственно, для доказательств и ходить некуда. Возьмите, скажем, кто самый популярный политический деятель у нашего народа? Сталин. Не было человека в истории государства российского, который так больно бил бы, терзал, убивал, уничтожал свой собственный народ. Чем этот хмырь, да? Тем не менее, по всем рейтингам, первое место Сталин, потом уже там всякая мелочь типа Екатерины, Петра и так далее. Владимир Путин, когда он вылупил нашему народу населению по самые томаты, опаньки, сразу заболела у народа, и рейтинг подскочил до 85%. Он подскочил на фоне такого радостного и важного события, как возвращение Крыма в состав России. Он подскочил ведь не на экономическом спаде. Кстати, сейчас рейтинг чуть-чуть падает. Присоединение Крыма какое-то радостное событие. Для всех радостное. Для всех. Для меня, скажем, что это событие было, что не было, ничего особо радостного нет. Вот, скажем, имеется страна Япония, да? И у Японии имеется проблема северных территорий. То есть, ну, известные четыре Курильских острова. И вот в Японии, вот на протяжении всех тех лет, всех тех, считай, 70 лет, что закончилась Вторая мировая война, вот они там парятся по поводу этих четырех островов. И проводят конференции, и митинги. И вообще это как бы одна из главных тем всей японской внешней политики, а может быть, отчасти и внутренней. Вот это я понимаю. Скажем, присоединила Япония к себе эти четыре Курильских острова, эти свои северные территории, наконец-то. Большая радость. У нас вообще о Крыме никто никогда особо даже и не говорил. То есть, вот, когда я предъявляю в каких-то досужих разговорах этот аргумент, единственное, что мне говорят, а помнишь в фильме «Брат-2»? Там вот этот самый брат, которого играет Сухоруков, говорит каким-то хохлам, а вот, суки, вот вы мне еще за Севастополь ответите. То есть, в качестве аргумента приводится фраза какого-то малоадекватного киношного персонажа, который почему-то взял там и упомянул город Севастополь. Все, больше аргументов нет. То есть, жили мы прекрасно, ездили все в Крым, отдыхали, я тоже ездил. А тут вдруг такая радость. А из-за этой радости, соответственно, на нас наехала еще гораздо большая радость. Под названием санкции, под названием экономический кризис, инфляция и все такое прочее. Так что я думаю, что на самом деле, на самом деле это все события одного ряда. И все это называется подарки нашему многострадальному народу. В этом заседании правительства Владимир Путин выступил и сказал, что оценивает работу Крымета министров вполне удовлетворительно и достойно. И также президент отметил впервые, что трудности, с которыми мы столкнулись, говоря об экономических трудностях, связаны не только с внешними факторами, но и с внутренними проблемами. И казалось бы, вот, неужели президент все понял, но нет. Оказывается, что он имел в виду, что все это досталось исторически. Но мы с вами давно предпринимаем усилия и попытки изменить структуру экономики, облагородить ее, придать ей более инновационный характер. И по этому направлению тоже немало сделано. Путин находится у власти уже 15 лет. То есть, у него было огромное количество времени. Причем это были годы очень благоприятные с точки зрения конъюнктуры. Да и вообще ему очень везло. Ему очень везло с ценами на нефть. Ему очень везло с таким прекрасным контрагентом на протяжении большей части нулевых, как Джордж Бутш-младший. Тоже такой паренек, сходящий из принципа, чем хуже, тем лучше и страдает американский народ. Ему очень повезло с оппозицией, потому что, конечно, иметь такую бездарную, беззубую, бессмысленную оппозицию, тоже это огромный подарок для действующей власти. Тем не менее, за эти 15 лет он так и не смог справиться с наследием этого самого советского прошлого. То есть, не то, что он не смог его облагородить. Я бы сказал, что в советском прошлом все обстояло гораздо благороднее, чем теперь. В советском прошлом у нас была передовая наука, где мы опережали и американцев, и европейцев, и многих других, о чем сейчас даже просто смешно подумать. У нас было вполне себе достойное образование. У нас была неплохая, конечно, не сильно качественная, зато всеобъемлющая и, по-своему, надежная система социальной защиты. То есть, можно, в принципе, очень много набросать комплиментов советской власти. Причем все эти комплименты относятся как раз к той сфере, в которой сейчас у нас просто полный провал, полный абсолютный провал. Так что, я думаю, что лучше бы уж Путин говорил о том, что на самом деле мы все сделали, что можно, и все у нас было бы зашибись, если бы не происки проклятых пиндосов, или как их там еще у нас в народе называют. Потому что ссылаться на то, что вот мы вот все пытались модернизировать советское и постсоветское прошлое, вот это смешно, потому что вот тогда был модерн, а сейчас даже не то, что постмодерн, а сейчас просто полная абсолютная убогость и отсталость. А вот еще сегодня министр финансов Антон Силуанов, выступая уже в Госдуме, сказал, что теперь есть тенденция к укреплению курса рубля. Вы знаете, что я в этом плохо разбираюсь, то есть слово волатильность я, конечно, выучил за последние несколько месяцев, что лучше мне такие вопросы не задавать. То есть я был бы очень рад, если бы рубль укрепился, укрепилась бы наша экономика, другое дело, что я как-то в это совсем не верю. Думаю, у нас будет идти все хуже и хуже. И то, что работают правительства довольны, и то, что мы летаем все выше по песне, в общем-то это все, по-моему, свидетельствует не о том, что мы начали как-то от этого нокдауна отходить, по-моему, на самом деле мы приближаемся к нокауту. По поводу Навального, я могу сказать, что когда я говорил о нашей такой, как там, русский бунт был, бессмысленный и беспощадный, а оппозиция у нас бессмысленная и беспомощная. Навальный как раз одно из немногих исключений из этой беспомощности. Я думаю, что его на самом деле боятся, потому что Навальный не боится как бы разыгрывать две карты, которые действительно могут сыграть. То есть, если бы страна у нас была честная, если были бы нормальные выборы, если бы был свободный доступ к средствам массовой информации и так далее, я думаю, что, конечно, Навальный положил бы Путина на обе лопатки легко. Не потому, что он либерал или демократ, или пиндос, или кто-то еще. Вот эти карты как раз вообще не играют. То есть, это просто путь down the drain, в канализацию. Значит, Навальный был очень умен, и довольно успешен, эффективен в том, что он вел разговор, во-первых, о коррупции, и, во-вторых, о национальном вопросе. И это вот те два аспекта, где действительно умная и цепкая оппозиция может побить власть. Потому что никто никогда не скажет, что наша власть не коррумпирована, она дико коррумпирована, и это всем понятно, и все власти за это тихо ненавидят, или громко ненавидят, делая при этом исключение для нашего блаженного Владимира Владимировича. И точно так же никто не может считать, что наша власть проводит мало-мальски разумную национальную политику. Поэтому вот именно Навальный, он как раз опасен для власти. Поэтому у меня очень мало сомнений, к сожалению, к великому сожалению. Я прекрасно отношусь к Лёше Навальному и заранее ему сочувствую. Я думаю, что ему дадут срок. Естественно, не думаю, что ему дадут 10 лет по практически несуществующему обвинению, но думаю, что на ближайший выборный цикл и парламентский, и президентский его от народа партии избирательных участков отрежут. Коррупция – это наша повседневность. Что это? Это серьезная тема. А что национальная? Я не уверен, что вообще имею моральное право призывать людей, единомышленников выходить 15-го на этот митинг, поскольку меня там точно не будет. Я как раз 15-го числа буду находиться в городе Вильнюс. Я думаю, что, конечно, надо 15-го числа явиться в условленное время, в условленное место. Единственное, я считаю, что детей брать с собой не надо, потому что есть у меня подозрение, что может это все достаточно жестко пресекаться. А как Вы вообще оцениваете готовность, допустим, москвичей выразить как-то публично свой протест? Вот, например, сегодня бывший пресс-секретарь Алексея Навального Анна Витута опубликовала в Фейсбуке фотографию поздравления с Рождеством, с наступающим Новым годом и написала, что давайте все скрестим пальцы, чтобы Навального оправдали, и тогда нам не придется 15-го числа выходить на манежку. То есть как бы больше и не за что. И тут же, конечно, все это начинает комментироваться в том смысле, что никогда еще не было так страшно москвичам выходить на какие-либо публичные акции, которые бы выразили протест. Вы знаете, что я скорее чувствую апатию и желание куда-то от этого скрыться. То есть, в принципе, я думаю, что ситуация у нас абсолютно безнадежная. Мне представляется, что как бы те люди, которые мазохистами не являются, да, и которые хотят жить весело и не особо страдая, они или будут просто уходить в какую-то внутреннюю эмиграцию или устремляться во внешнюю эмиграцию. Сколько Западная Европа и Америка, естественно, и малой доли этих потоков принять не сможет, а потоки, я думаю, уже будут исчисляться не сотнями тысяч, как сейчас, а миллионами. Думаю, что потоки направятся в такие, в не совсем традиционные страны, скажем, в Белоруссию, в Украину. То есть в Белоруссию поедут, скажем, те, кто просто хотят спокойной жизни. В Украину, я думаю, двинут люди более молодые, энергичные. То, да, сейчас ситуация на Украине, естественно, наховая, то есть это экономический коллапс, это война, это теракты, это, конечно, крайне это все неуютно и неаппетитно. Но в Украине, в отличие от России, есть другое. То есть помимо текущей ситуации, еще имеется такая вещь, как перспектива, перспектива, вектор движения. Вот в Украине эта перспектива есть. Вектор движения там имеется. И это движение, в общем-то, они заслужили, они оплатили его кровью. То есть если наши его оплачивали пивом, пролитым на диван около телевизора, в Украине все было намного серьезнее. Они знают, чего хотят, и это движение происходит. Поэтому по поводу Украины у меня нет сомнений в том, что хэппи-энд они себе устроят. Дай Бог, чтобы раньше и минимальными жертвами. По поводу России у меня такого ощущения нет. Я думаю, что такого ощущения нет и у очень-очень многих людей. Причем если люди моего возраста, в принципе, могут так особо и не рыпаться даже, то вот молодежь очень жалко. От политики очень далек. У меня никаких политических убеждений нет. Я не правый, не левый, не либерал, не демократ, не консерватор, никто. Так вот я хочу сказать, что вот все, что я знаю, это то, что воровать позорно, то, что врать нельзя, то, что убивать, это вообще ужас. Поэтому вот вся история этого года, она у меня прошла под знаком отвращения к всему этому подлому фону. Если говорить о событиях внутри страны, я как музыкальный критик, о чем было заявлено в самом начале, я могу сказать, что, наверное, два события. Одно со знаком плюс, второе со знаком минус. Со знаком минус это травля Андрея Макаревича. Абсолютно подлая, гнусная и позорная. То есть вот то, за что я думаю многим людям, причем даже не столько тем, кто травил, потому что это вообще сволочи просто. Тем, кто повелся на эту травлю, вот им, я думаю, когда-то будет очень стыдно, потому что телевидение скоро переключит их сознание. Я надеюсь, что все станет на свои места. Они будут не без удивления вспоминать о том, как они совсем недавно люто ненавидели Макаревича. События со знаком плюс это альбом Бориса Гребенщикова «Соль». Я считаю, что Борис записал свой лучший альбом, ну, чуть ли не за всю свою жизнь. Фантастический альбом, если вы не слушали. Очень советую послушать. А если говорить про какой-то негативный тренд? Ну, дофига появилось всего мало симпатичного в этом году. Вот, в первую очередь, конечно, это озлобленность, это агрессивность, вся вот эта народная иступленность, направленная на совершенно нормальных людей, которые проживают за границей, будь то в Украине или будь то в Америке. Вот, это все, конечно, очень плохо. Вот я вспоминаю, что Путин как-то сказал, и многие это цитировали, и по-разному интерпретировали, вспомнил русскую поговорку «На миру и смерть красна». И вот думали, вот что вот он имел в виду. Вот, лично моя интерпретация состоит в том, что на самом деле смерть-то наступила у Владимира Путина. То есть Путин умер как респектабельный мировой политик. То есть он превратился в такую вот черную овцу, и ему уже не отмыться. Так вот он, соответственно, умер, значит, умер, и он решил, как настоящий африканский царек или фраук, он вместе с собой захватить в могилку свою и всю нашу прекрасную страну. Артемий Тройский был в программе.